В офисе АИР, в офисе фонда помощи людям, живущим с ВИЧ, который называется спецентр. Мы здесь планируем проводить много разного интересного. Будем надеяться, что это ваш первый, но далеко не последний раз, когда вы к нам приходите. И я передаю своему родителям, которые сегодня нам расскажут много интересного, но очень щепетильного интересного тела. Спасибо. Здравствуйте, еще раз комментировалась. Очень приятно вас здесь всех видеть. Ожидалось больше людей, может быть, еще кто-то подойдет. Спасибо, что вы пришли. Тема на самом деле такая сложная, неоднозначная, острая, животрепещущая, как Аня сказала. Спасибо, кстати, Аня за приглашение и за идею организации подобных мероприятий. Надеемся, что они будут еще другие, но другие темы. И мы бы хотели начать... Да, еще повторю, буквально скажу. Меня зовут Вероника Антимоник, я координатор фонда «Безопасный дом». Наша организация занимается предотвращением торговли людьми, помощью пострадавшим от насилия и торговли людьми. Это моя коллега Катя, она мне будет сегодня помогать. И немножечко про регламент. У нас такой сегодня план работы. Сначала мы проведем небольшое упражнение. Я прошу вас всех по возможности принять в нем участие. Оно не будет требовать от вас ничего такого сверхъестественного. Единственное, обозначить вашу позицию по отношению к некоторым вопросам. Нам это важно для того, чтобы потом сделать акценты на том, что может быть важно и интересно именно вам. Раз уж вы сюда пришли и нашли время, наверняка вы пришли с такими-то ожиданиями. И какая-то позиция у вас уже наверняка есть. Я так думаю, что люди, которые приходят на такую тему, уже имеют свою позицию. И для того, чтобы у нас это не превратилось здесь в какую-то дискуссию, спор, доказывание друг другу чего-то, чтобы мы действительно услышали друг друга, я вас очень прошу быть внимательными друг к другу, стараться слушать. Ничего никому не доказываем, не убеждаем, не переубеждаем. Задаем вопросы, слушаем ответы. И еще один такой нюанс. В основном мы будем говорить о проблеме проституции, мы будем говорить, что секс-услуги оказываются женщинами, клиентами являются мужчины. Все мы понимаем здесь, что это не всегда так, но в большинстве случаев это так, поэтому не придираемся к этому. То есть если мы говорим женщины, занимающиеся проституцией, мы понимаем, что это может быть и мужчина. Там данные, конечно, намного меньше по мужчинам и по потребителям, тоже женщинам намного меньше данных, поэтому мы будем говорить про то большинство, которое хорошо изучено. И давайте начнем тогда с небольшого упражнения, как я уже сказала, вам всем были розданы такие листики небольшие, со списком утверждений. Многие, наверное, слышали, что нужно эти утверждения прочитать, по возможности ответить, заполнить, плюсики-минусики поставить. И давайте сейчас проведем небольшое упражнение. Я прошу вас всех подняться, встать, прийти, встать вот сюда. Возможности, чтобы прям все-все-все приняли участие, как бы наблюдать в этом упражнении не очень корректно, потому что люди какую-то свою позицию заявляют, занимают какое-то место. Те, кто не занимают, ну, не очень понятно, с какой целью они за этим смотрят. Вот, Аня и Мария, вы тоже можете присоединиться, конечно. Вы подсказываете, не будем проводить остальные по возможности. Смотрите, у вас у всех есть список утверждений, мы сейчас будем по каждому из этих утверждений занимать какую-то позицию в пространстве. Мы выбираем утверждение, зачитываем его в соответствии с утверждением, вы размещаетесь в пространстве. Если вы полностью согласны, вы становитесь вот туда, вот максимум от меня вправо, вот в ту сторону уходите, и там стоит самый крайний полюс. Если вы отрицательно не поддерживаете, не согласны с этим, против этого категорически, уходите сюда. Если вы не знаете, где вам стать, становитесь где-то посредине, но всегда есть вариант ответов скорее, да? Скорее нет. А если я не согласен с корректностью формулировки, там как минимум 5, я считаю, что не корректность. Хорошо, они выясняются тогда именно в этих? Нет, нет, я именно не согласен там. В одной формулировке, условно говоря, 3 вопроса. Да, там некоторые сложные, да, это специально так сделано. Хорошо, не снимайте туда них на позицию, просто выйдите из этого упражнения именно на тех вопросах, которые мы не все, я думаю, будем разбирать. То есть по каждому вопросу все в какую-то... Да, по каждому вопросу вы занимаете позицию. Вот там, по-моему, согласны, да, полностью, здесь не согласны, но совсем категорически не согласны, против, и если не уверены, становитесь посредине. Давайте начнем сначала, там посмотрим, возможно, пойдем не по очереди, не все, может быть, какие-то опустим. Первое утверждение. Преституция – древнейшая профессия – это неотъемлемая часть любого общества. Она существовала и будет существовать всегда. Соответственно, кто согласен, уходит туда, кто не согласен, уходит сюда. Кто не согласен, да? Кто не согласен, сюда. Вот относительно нас налево. У меня особая позиция, потому что там 3 вопроса. Я согласен, что это древнейшая, 50 на 50 по второму, и не согласен, что по третьему. А, то есть, вы все-таки не согласен больше, да? У нас еще чуть-чуть сюда дошли. Понятно, я говорю, там 3-3 вопроса. Да, там 3 вопроса, да, они просто связаны между собой. Мы вас услышали. Хорошо, спасибо. Вы тоже посредине стоите. Да, я тоже, да. Где-то согласна, где-то не совсем согласна. Можете чуть-чуть подробнее, с чем согласны, с чем не согласны? Ну, я считаю, что, да, если это древней, что-то так есть, то, чтобы обсуждали, это отрицать нельзя. Но то, что в будущем нужно это поддерживать, это как бы за вопросом. О, ну то есть вы все равно, скажем так, чуть-чуть, ну, если какая-то часть, в эту сторону. Хорошо. Так, здесь, я так понимаю, расположены те, кто согласны с этим, да? Можно буквально 2-3 человека будут послушать вас немножечко о том, не чем-то стоять и обоскуйтим. Спасибо. Кто? Ну, собственно говоря, я согласен, потому что, ну, может быть, конечно, не глубокие знания, как это есть, но, крайне вернее, не знаю мне обучить, но мне не очень много, что не только в институте, не важно борется с ней, борется Она существовала, есть, и на счет того, что будет она сочетать в будущем, кажется, уже подальгерой. Если она продлижалась столько тысяч лет, то она денется. Спасибо. Можно Вас спросить? Я тоже не вижу простых предметов для сбора. Это факт. Все обсуждают, что это всегда существовало. И я не вижу проблемы в будущем, чтобы она существовала. Обычные услуги, которые можно предоставлять, можно не предоставлять, можно не пользоваться. Есть что-то еще, что рассказано? Всех, кто здесь стоит, что вы добавите? Не молчите, пожалуйста, делитесь. Это очень важно. Если нет, то слушаем. Вы можете спросить. Один знакомый лиц. Можно Вас? Расскажите, почему Вы здесь? Я здесь, поскольку я пришел на открытие спеццентра. И тема достаточно злободневная, мне кажется, очень важная. Оставить точку на дневнике. Относительно первого высказывания. Почему Вы заняли эту позицию? Почему я здесь? В конкретном упражнении. Это одна из самых частых отговоров людей, которые оправдывают проституцию. Потому что это якобы древнейшая профессия. Но никто же не знает, что такое анастасия. А у Вас есть информация, доказательства, что это не так? Колдуны или священники. Когда было первобытное общение в строе и были вот эти племена. Самая древнейшая специализация, в принципе, помимо вождя племени, по историческим источникам, это тот, кто хранился знания, какой-то знахарь, колдун или знахарка, которая всех лечила. Ну и, понимаете, есть еще женщины, которые хранят в лице огня. И поэтому вот утверждение, что древнейшая профессия, помимо того, что это крайне спотное утверждение само по себе, но даже если это и так. Но из этого совсем не следует, что это неотъемлемая часть его общества. Спасибо. По поводу того, что она существовала когда-то в прошлом она существовала, будет ли она существовать всегда? Да, здесь тоже очень. Но по свету, я бы сказала, в человеческом. Спасибо. Может быть, у кого-то из этой группы есть доказательства того, что это не древнейшая профессия, что она не всегда существовала? Есть у кого-то такая информация, может, прям что-то мне сейчас скажет? Нет, какие могут быть доказательства, если у нас мужская история. Доказательства, на самом деле, есть. Раскопки первых поселений, которые десять тысяч лет назад были, не представляют таких свидетельств. То есть, проституция появилась намного позже. Любой историк это подтвердит. Можно ключевой вопрос? Ключевой вообще во всём. Что такое проституция? Давайте начнем. А вот он дискуссионный. Давайте мы его открыто писали. А мы из-за этого принимаем. То есть, тогда... Вы думаете, нам нужно определиться, да? Да, да. Отсюда и вывод, да, что такое проституция и что такое профессия. То есть, специализация, да. Смотрите, я боюсь, что определений очень много, и мы сейчас можем залезть в дебри определений и до конца вечера просто потратить время, чтобы говорить об этом. Мы сейчас принимаем какое-то более-менее условное, да, такое общее понимание, что действительно это за деньги. Это доказание сексуальных услуг в обмен на деньги, либо какое-то другое материальное вознаграждение. Вот с этим согласен, да? Давайте тогда, что вот для нашей ситуации мы принимаем. Не будем спорить правду или нет, а вот в рамках этого опросника проституция это секс за деньги. Кто-то прямо совсем категорически, если против, то можно не участвовать. Да, потому что мы иначе тут сейчас потерялись. Так, еще что-то есть ценное вот в этой группе? Ну, я бы сказал, что если мы говорим о первобытной общинном обществе, и говорим о сексе за деньги, или даже за материальное какое-то вознаграждение, то там все было гораздо проще, и в ажар стаи решал, или племени, с кем секс сегодня будет, а с кем не будет. Кому это разрешено, а кому нет. И когда уже дошло до более либеральных времен, когда секс стал возможен за деньги, или за любое другое материальное вознаграждение, к этому времени уже были многие другие профессии. Человечество, в принципе. Так что это совсем не древнейшая профессия. То есть у вас историческое образование? Да, первое образование историческое. Может быть она очень древнее, но не древнейшее. Нет, она не самая, она древнейшая, но не самая. Тут ключевое слово «самая», да, не самая. Вторая часть этого утверждения тоже про неотъемлемую часть, тоже очень спорная, поэтому позиции могут быть разные, но то, что она существовала, существовала, а будет ли существовать, я думаю, зависит во многом от нас, и от того, какие позиции мы будем занимать. Можно, мне кажется, это тоже центральный вопрос. Если мы говорим о древности, и о вопросе профессии, и женщин профессия. Просто в древности вообще нельзя было принять слово «профессия» по отношению к женщинам. Ну профессия, да, современное слово. Занятие, да? Да, вид деятельности. Да, вид деятельности, да. Но употребляют, кстати, часто именно как профессия, древнейшая профессия, то восприятие такое уже… Да, я считаю, что самая древнейшая профессия – это журнализм. Да, да. Ты говорила, что прокатывающая. Ну ладно, идем дальше. Я думаю, с этим как-то более-менее все друг друга услышали. Так, второе, думаю, можно пропустить. Давайте третье, третье интересное. Проституция – такая же сфера услуг, как и все остальные. Ну, соответственно, также, кто согласен остается там, кто не согласен, становится сюда. Кстати, в процессе выполнения упражнения, забыла сказать, можно менять свою позицию, если вдруг вы передумали, либо услышали что-то такое, что передумали, вы можете остановиться в другое место. Ага, о, у нас два человека к этому лагерю. Три. Ага, вы встали. Это что значит? Ну, сформулирован более-менее корректно. Но как раз здесь именно 50, условно 50. Место вас не изменилось, да? К корректной сформировке, да, полностью согласен. А мое мнение об этом, что это можно еще раз не считать. Проституция такая же сфера услуг, как все остальные. Это немножко особая сфера услуг, то есть, грубо говоря… Не-не-не, мы же не обсуждаем особая. Такая же или не такая же? Я стою посередине. Хорошо. Вы тоже посредили, да? Можно вас услышать? Ну, проституция, это, конечно же, сфера услуг. Ага. Но сказать, такая же или не такая же, она имеет некоторые особенности. Первая особенность, наверное, интимности ее. Потому что, не знаю, в прачечную можно прийти, можете прийти, и там будет куча народу, и оно не предполагает некоторых опасностей для тех, кто такие услуги оказывает. В случае с проституцией это не так. Клиенты могут быть вполне нормальными, могут быть акты насилия и тому подобное. Поэтому, ну и плюс какая-то, как сказать, сформулировать нравственный оттенок этого вопроса. Я правильно вас услышала, что, в принципе, это сфера услуг, да? Но она сопряжена с особыми рисками. Да. Особо рисковая, опасная сфера услуг. Поэтому мы здесь. Хорошо, спасибо. Вот вы тоже здесь стоите, да? Можно тоже, да, вас услышать, если у вас что-то есть, то, о чем вы еще не говорили. Я, в принципе, согласна на том, что с этой серой услугой, потому что, если она легализована даже в Штатах, в некоторых Штатах, то это услуги. Но я не согласна, что это все остальные библиотечные, так как это инвол, ну, в любом слове. Которая, ну, это сфера, где очень вовлечены криминальные структуры, поэтому мы не можем это назвать, что это такая нормальная сфера. Угу. 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 Не такая обычная, как остальные. Хорошо, спасибо. Пойдемте к левому лагерю. Да, к колоннам немножко. Извините, меня тут не все энергетично будет и слышно. Так, кто из вас еще не выступал, кто потом в этом лагере сейчас? Угу. 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 Да, давайте тогда поймем. Угу. 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 Мы не говорим, наверное, сейчас, хотя, наверное, стоило, вы говорите о каких-то, наверное, духовных увлечениях, которые человек тоже пытается удовлетворить, воспользовавшись этой услугой. В первую очередь, это телесное. Если мы берем массаж, мы же не говорим о том, что мы услугой массажиста пользуемся, получаем наслаждение, и секс же это и здоровье, в том числе правило. То есть секс нам всем, наверное, нужен, как говорят врачи, для поддержания здоровья в теле. Пользуясь услугами массажиста, мы не говорим о том, что это морально или не морально, что это нужно вывести из какого-то вообще, из сферы услуг. Почему нет? Если эта услуга предоставляется легально, на легальной основе, да, то есть государство его зачищает, лекализирует, то для меня это та же самая услуга, что и массаж, например. Почему нет? Я правильно слышала, что сексуальные услуги такие же услуги, как массаж. Как, например, как массаж, в том числе. Или, например, а если мы говорим о, например, мы можем вас пользоваться с услугой, например, сидел, за быстрее вам человека, да, то есть поддерживает человек, за которым он уже был уход. То есть это та же самая услуга, и человек тратит какие-то свои душевные качества ради того, чтобы ухаживать за человеком, да, то есть он, как бы, зачастую, частичку себя отдает, помимо того, что он какие-то просто операции выполняет, там, по уходу. То есть это нормально, как мне кажется. Мы уже слышали, да, спасибо. Что-то еще здесь есть? Я бы хотела добавить, что это должно быть добровольно с обеих сторон, и легализованность, и тогда это услуга, которая ничем не отличается от любой другой. Хорошо, спасибо. Еще что-то есть здесь? Все, важность по этому вопросу. Еще будет возможность высказаться, и на этом все. Хорошо, спасибо. Переходим, да? Так, кто не успал? Почему? А где уже? Ну, надо было тоже сначала обозначить, потому что из другого лагеря говорят, что это легализованно, но я когда отвечала, я предполагала, что все-таки нет, и тогда, ну, это точно не такая же самая услуга, даже если она легализована, мне кажется, потому что все равно риск насилия, риск убийства, не знаю, ну, любого насилия, в принципе, гораздо выше, и мне кажется, выход из профессии, это все равно будет сложнее, и это не регулируется, и не так контролируется, мне кажется, если легализованно, это все равно не то же самое, что работа, там, не знаю, в ракете. Спасибо. Спасибо. Я читала некоторые материалы, что это обычно связано с какими-то психологическими проблемами или нарушениями, то есть это предполагает, ну, например, дентальную проблему по проститутам, так что нельзя сказать, что это обычная работа. Спасибо. Есть что-то еще, какие-то мнения, которые могут как-то доказать, подтвердить, что это не такая же профессия по-вашему? Так много человек стоит, какие-то аргументы еще. Почему не такая же? Почему вы здесь стоите все? Да. Ну, лично я, к примеру, придерживаюсь той позиции, что секс – это, то есть придерживаюсь позиции активного согласия в сексе. То есть для меня тот секс, который не подразумевает там активного, информированного и так далее согласия – это насилие. И в проституции нет такого, что обе стороны постоянно получают удовлетворение. То есть для меня то, что, ну, секс вообще не должен быть работой. Может быть, в обществе, в котором, я не знаю, мы преодолеем, не знаю, патриархат и прочее. То есть когда сфера проституции перестанет весь такой гендерный, тогда, может быть, будет вариант, когда, я не знаю, это будет более-менее безопасно для тех людей, которые реально хотели бы этим заниматься. И я понимаю, что сейчас тоже есть те люди, которым вроде бы нормально этим заниматься, которые делают свободный выбор, но, насколько я понимаю, статистически их очень-очень-очень важно. Поэтому… А можете как-то это определение активного согласия, у вас так звучало, если ничего не предоставляет? Ну, это такая концепция, в которой надо получать согласие на секс, человек должен его активно выражать. То есть умолчание не должно быть, то есть не должно пониматься как согласие, согласие нельзя купить. То есть все стороны должны быть активно увлечены и должны получать удовольствие, и оно должно быть информировано. То есть все стороны должны, в принципе, знать о своих возможных юридических заболеваниях, спокойно разговаривать об этом со своим партнером, не навязывать отсутствие презентатива и другой микросекции. Смотрите, тут такой тонкий, на самом деле, момент есть между согласием и желанием. Потому что женщина, которая оказывается эти услуги, она может быть согласна, чаще всего она согласна оказывается эти услуги, она говорит о том, что она согласна при определенных условиях. Но это не значит, что она этого хочет. Сегодня уже не будет желание, но будет согласие. А то мы решим, что в концепцию активного согласия для меня входит именно желание всех сторон, всех участников. А тогда еще один вопрос. Человек всегда знает, что он хочет? Тогда в любой момент он может остановиться и сказать «нет». А «нет», у тебя есть час, и ты не можешь сказать. Хорошо, спасибо. Я немножко провокационные вопросы задаю специально, чтобы, мне кажется, для многих какие-то вещи немножко не прояснены до конца. Да, и важно как-то именно где-то до чего-то дойти, что стоит за этим, какие-то слова вообще употребляются, что на самом деле за этим не всегда понятно. Можно еще кого-то услышать отсюда, как кого-то, что это есть важная ценность? Именно этот пункт. Ну, я бы еще добавил, потому что есть понятие секса и есть понятие любовь. И есть много разных точных зрения, в том числе и такая, что секс без любви, в принципе, это ненормально. И что самый лучший секс – это секс без любви. Помимо того, что это лежит возле христианской концепции и принципов человеческих. Поэтому говорить о том, что секс за деньги – это такая же сфера слуха – это категорически нетабельно. Ну и второй, самый сильный аргумент, наверное, просто. Первое – это то, что это криминализованная сфера, которая связана с большим количеством, огромным количеством опасностей, как для тех, кто оказывает услуги, как и для тех, кто им пользуется. Риски с обеих сторон колоссальны – здоровье, и для ментального здоровья, и для физического, и для личной безопасности. Обеих сторон. Можно Вам тоже дополнительный вопрос тогда по поводу любви, раз мы сами это начали, эту историю. Но с поиском любви, на самом деле, очень сложно. Но не всем, с людьми, традициями будут, так честно говоря, даже встретить свою любовь, но, например, мне кажется, что любовь – это не любой. Это такая же тема очень глобальная философства, и при этом социальная потребность не отменялась, хирургическая потребность. Вот Вы прямо считаете, что с этим любви не так надо существовать, да? Правильно я слышал? Я считаю, что в идеальной ситуации два человека любят друг друга. Они вместе, и они удовлетворяют свои сексуальные потребности. А если не просто человек, у которого любви за сексуальные потребности есть, что делать? Ну, можно искать такого человека. Но, опять же, у каждого человека должно быть свое личное пространство, свое личное право выбора. И здесь я очень близок к концепции активного согласия, как уже высказано. Это нечто, что нельзя отнимать у человека. За деньги или не за деньги это наносит существенную травму обеим сторонам. Опять же, не только тому, кто оказывает эти услуги, но и тот, кто хочет им воспользоваться. Потому что, опять же, что можно купить за эти деньги вдобавок к сексу, это тоже большой вопрос. Помимо заболеваний и риска последующего чантажа и так далее и так далее. Ну, вот посмотрите, тут получается две крайности. Это, например, некий континуум. С одной стороны, это у нас секс-любор. Это прям очень идеальный такой правиль, действительно, что многие люди хотят стремятся еще. В другом конце это секс такой коммерческий, который продается и покупается. Но между ними может существовать какой-то секс по обоюдному согласию, желанию, по активному согласию. Когда люди соглашаются, там может не быть вот такой какой-то супер-мега духовной любви. Но, и это не будет в то же время коммерческий секс. Он может существовать такой? Как вы считаете? Это лично любых каждого. Ну, может, теоретически, да? Просто человек может соглашаться, выбирать, а может не выбирать. Хорошо. Да. Подельки в так крайности. Еще что-то тут есть или дальше пойдем? Да. Дальше пойдем. Хорошо. Я так понимаю, что, если кто-то в ходе обсуждения меняет свое мнение, вы можете менять свою позицию в пространстве. Переходить, ничего страшного. Ну, по поводу риски, а кто-то комментирует. Если... У нас будут как-то эти вопросы. Давайте мы сейчас просто, да... У каждого, я думаю, есть сейчас. Позиций, да. У нас, собственно, может быть, очень много, и просто у нас, к сожалению, не подмога времени, это очень большая. Если прямо так с собой вы сможете уйти, не сказав, скажете. Сейчас, чтобы не... Да. Может быть, изменится, кстати, в комментариях, что изменится. Давайте сейчас вот четвертое востверждение. Мужчины имеют особые сусуальные потребности, имеют право предварять за деньги. Ну, все то же самое здесь. Да, согласны там, нет, не согласны. А вот если вам это понятно... Так, я так понимаю, что здесь у тех, у кого нет четкого определения, что такие особые. Ну, смотрите, слово особые, мне кажется, вообще здесь некорректно вставлено. Я вот за... Слушай меня, человек. Некорректные формулировки. Что такое особые? И почему мужчины, почему мы не говорим про всех? А женщины, раз не умеют особые. Я же вначале говорила, что мы говорим о потребителях, как о мужчинах, и поставщика особого слуха. То есть, если убрать слово особые, то я могу вернуться туда. Угу. Нет, здесь именно имеется в виду, что особые, такие, которые нельзя удовлетворить в обычной жизни. Что здесь складывается? Какой смысл в особые? Обычных партнершей? Ну, подождите, смарт-визик. Есть такие потребности, которые нельзя удовлетворить в обычной жизни, которые можно удовлетворить только за деньги, имеется в виду особые. Нет, все можно удовлетворить, ну, можно за деньги, можно за деньги. Все можно и за деньги, и без денег, да? Конечно. Хорошо, а у нас тут никого не осталось прямо, да, кто знает? Ну, какие особые потребности только за деньги? Нет таких у нас? Хорошо. Что-то тут хочется кому-то сказать или более-менее, мне кажется, у нас есть некое единство? Ну, приблизительно. Больше, чем раньше было. Давайте тогда... Вот, да, интересно. Многие женщины предрасположены к занятию проституцией. А где это значит? А можно? Это там через несколько. Сейчас, а где это? Через два, через три после особой спецсуальных потребностей. Там специально стало «многие», да. Потому что есть люди, которые считают, что многие, да. То есть они прям проводили тест на профориентацию, такой профессиональный, психологический. Нет, нет, просто... И там он будет такое... Такое утверждение встречается. Кутизанка. Вообще все эти утверждения, все это сформулировано где-то в прессе, в СМИ, в каких-то источниках, в интервью. То есть это взято... Я понимаю, оно витает. Да, 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 да. То есть часто говорите, что именно многие. Козлы, кстати. Хорошо, давайте сейчас после этого, знаете, чего хочу? Ну, давайте следующее. Женщины занимаются проституцией по собственному желанию. Это адаптивный выбор называется. Да. Я считаю. Когда-как. Когда-как. Но все-таки вот не туда уж. Жизненное обстоятельство. Да. Ну, это просто не очень корректное. Ну, то есть кто-то занимается по желанию, а кто-то занимается без желания. Да. Нельзя ответить. Я вас уверяю, что ни один человек не может ответить точно на этот вопрос. Потому что... Потому что мы не можем сказать за всех абсолютно. Потому что на него нет ответа. Мы же не знаем их причины. Выбор каждого. Так. Кто у нас там стоит, рассказываете, чего там делается? А я сам умираю. Я просто считаю, что действительно есть женщины, которые могут предположить, что за этой ситуацией принесет им больше дохода. Ключевое слово желание, нерешение, нерешение. Способность желания. Хочется. Девочка такая выросла или не выросла еще. Говорит, хочу проституткой быть мечтаю. Желание у меня такое. Желание. Вы знаете, в чем желание отличается от мыслей? Есть рациональная часть, а есть часть как бы вот желаний наших. Это совершенно другая. Это про эмоции. Это более сильная такая инстинктивная наша жизненная энергия. Вот хотим кушать, не знаю, хотим спать, хотим заниматься проституцией. Мне кажется, как и во многих ситуациях, если у кого-то действительно есть такое желание, то они представляют себе такую очень красивую жизнь и секс за деньги, но скорее всего с одним. Опять же, это та ситуация, как все всегда себе представляют там жизнь в прошлом. Всем кажется, что они были бы там дворянами и никто не представляет себе жизнь людей, которые там уже 30 лет умирают и все такое. В общем, если у кого-то им есть желание, то, мне кажется, у нас карьера романтизирована. И относятся к такой небольшой группе. Почему, может быть, женщина, которая хочет заниматься сексом с разными мужчинами, часто их задействовать? Смотри, заниматься сексом с разными мужчинами часто и заниматься проституцией – это разные желания. Вот здесь нам нужно разделять. Нет, она хочет взять и получать деньги. Почему ей не может быть такой желанием? Почему предположить, что женщина хочет быть активированной? А это вопрос, в принципе, дискуссионный. Да. Поэтому мы не говорим, что это восемнадцатый ответ. Мы же предлагаем это обсудить. По поводу того, что вы сказали, да, спасибо за комментарии. Действительно, вообще у современных людей очень плохой контакт с своими желаниями. Современные люди не знают, когда они хотят кушать, когда они хотят спать, еще что-то. И делают это кто-то по расписанию, кто-то, потому что там совсем уже там накрывает, не знаю, вырубает, засыпаешь, либо там уже совсем хочется есть – умираешь. Вот. То есть очень многие наши желания, современный мир просто очень рациональный, оно становится такими, через голову пропускается, рационализированными. И, соответственно, выбор профессии, большинство из нас, я уверена, если разобраться, выбрали профессию не по желанию, а потому что так нужно, потому что сказали родители, потому что это было в этот момент экономически выгодно, что-то еще. Вот. Если мы говорим, что проституция – тоже одна из профессий, тоже некий выбор деятельности, то тут тоже часто это желание, оно такое, скорее, рационализированное. Поэтому, что там остается от желания – большой вопрос. Да. Я читала статью про то, что женщина одна просто в Австралии, цивилизованная в проституции. Она описывает свой опыт, как она по своему желанию пришла работать, там, не знаю, что это называется. Она проработала по месяц, потом ушла, и она это описывает как, ну, вполне себе нормально по своей жизни. А почему ушла? Ну, потому что ей не очень нравилось, что у меня за сутки 9 мужчин, и потом ей это надоело. Вот это реально то, о чем я говорю. Она проработала интересность. Она же с вами осознатворила, или она у нее использовала? Нет, она говорила, что это у нее не вызывало много негативных эмоций, то есть ей это, в принципе, нравилось. Ее не устроили условия работы – оплата, график, то же самое, как мы приходим, работаем, а начальник нас не устроил, мы ушли отсюда. Да, мы ушли в другую сферу, а ушла ли она? То есть мы уходим не в другую сферу, а в другую сферу. Все, ненавижу я журналистику, пошла она нафиг. Наша желание изменилось, если вы меняете в род деятельности. Вот это, кстати, важно. Ну, да, про это тоже будем говорить. Она пошла по своему желанию. Да, мы иногда лучше понимаем свои желания, проверяем. Да, нужно действительно проверить. Слава богу, что через месяц ушла и хорошо закончилась. Ньюсик заканчивается, хорошо. Через месяц. Ну, давайте что-нибудь такое, например, женщина является сексуальным объектом товара. У нас прям полная солидарность, да? Никто не считает, что женщина – это сексуальный объект. Точно. Да. Замечательно. Я думаю, мы не будем обсуждать. А то, что женщины сами провоцируют насилие? Какие перемещения? Ой, расскажите на пожалуйста. Это вот к товарищу Полееву, которого я сейчас прохожу круг по социальной инфляции. Вот. То есть, здесь очень тонкий момент. Я где-то вот ближе сюда, что нет. Но зачастую, как бы выразиться-то, да, бывает. То есть, это как раз, есть, ну, вот такой термин, сейчас я забрал, как же он на английском там называется. Сексуальное домогательство. Харасмин. Харасмин. Вот это проявление женского харасминта. Только общество типа на него смотрит, потому что это женщина. Угу. Грубо говоря, если это негр, то тоже ему можно. Ну, как старые шутки американские, да. Тебе, раз ты негр, тебе можно больше. Вот. Ты уже угнетаем изначально. Так и к женщине. Вот отношения по этому поводу, что, да, как бы, ты женщина, ты угнетаем, поэтому тебе можно чуть больше. Грубо говоря, женщина пройдется абсолютно обнаженная или там, условно, да, обнаженная там как-то частично по улице. Ее, скорее всего, в отделении полиции не заберут. Мужчина пройдется прямым ходом. Вот. И вот из этой же серии, из этой же нашей серии, как это... Я хочу привести просто... Подождите, секундочку, секундочку, сейчас я хочу, да, тут ответить. Да, слушай, давайте, да. Были такие эксперименты. Их не забирали. Да, то есть вот тренинги личностного роста, тренинги личностного роста, многие, как бы, ну... Страшное дело, тренинги личностного роста. Да, да. Они проводят, да, такие, да, 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 некорректные психологические эксперименты, например, с помощью манипуляции, это отдельный темный разговор. Вот. Мужчины, да, дружно сидят в отделении, женщины проходят свободно. Это в нашей стране? Да, в том числе и в нашей стране. Любопытные. Были такие случаи. Любопытные. С насилием, с насилием как, как связано? Женщина, вот, как раз вот такой одеждой, ну, там, по поведениям и так далее, она провоцирует. Ну, это, это не оправдывает. Смотрите. Это не оправдывает. Не спорим, не спорим. Разная провокация, провокация, я не оправдываю мужское насилие, я говорю только о провокации. Условно говоря, если вы голодны, и я перед вами машу едой, вы не ели три дня, я машу перед вами сухари, ну, едой вкусной, замечательной, вкусно пахнущей, вот она, вот она перед вами. Я понимаю, что вы имеете в виду, но это дело в другом. Можно я отвечу, да? Ну, окей, да. Да, конечно. Ну, слушай, такая позиция имеет место быть. Кстати, очень много людей разделяет намного больше, чем у нас здесь представлено, здесь в реальном меньшинстве, и говорите об этом, спасибо. Опять же, я не разделяю мужскую привлекционную насилию. Вопрос. Послушайте, а как вы относитесь к тому, что за провокацию отвечает провокатор, а за насилие отвечает насилие? То есть человек имеет право провоцировать, и он отвечает полностью за провокацию, но за насилие отвечает насилие. Да, полностью согласен. То есть, если женщина голая вышла на улицу и изнасиловали, виноват будет насильник? Да. Насилие. Да, да, да. Но срок он может получить условно, то есть вот наказание зависит от объективного проведения жертвы. А, вы считаете, что это отвечающее обстоятельство? Да. То есть это вот как раз именно в самом наказании. Ваше право. Я думаю, что мы про это не будем говорить. У меня высшее юридическое образование, я работал помощник после этого. Больше спорить. Нет, юридически это можно обосновать вполне, но сомнения это вообще не вызывает совершенно. У меня по этому практику тоже в этом смысле есть. Так, следующее давайте, сексуальное насилие, вид секса. В принципе, это то, о чем мы говорили, про желание, обоюдное согласие, но может быть что-то еще новое здесь у нас вырастет. Так, только правильно. Ну да, я скорее не да. А? Настоящие? Еще раз. Или игры в насилие? Настоящие. Согласие подразумевает и позитивное отношение к играм в насилие. Я считаю, что это без секса. Есть люди, которые на это не больны, и для них, допустим, они не могут по-другому представлять себе секс вообще. Для них это без секса. Это не всегда, не везде, но есть, как, кстати, у женщин там лучше. То есть я вас правильно понимаю, что это вид такого извращенного, нездорового, ненормального секса, но для кого-то секса. А здесь важно обоюдное согласие? Знаете, как правило, для таких людей не важно. Тогда это превращается в насилие. Да. К сожалению. То есть это тонкая грань. Очень часто это династик абьюз. Начинаешь с опасных кейсов, как правило, кто-то из сторон просто не так воспринимает жизнь. А вот маленький дополнительный вопрос. Чем, на ваш взгляд, связаны вообще такие потребности? Я думаю, что это проблема Чалку, детские какие-то проблемы, что-то он видел в детстве. Ну, это малюречное мнение лично. Или просто человек сам, ну, малюречное мнение, насилие с нашей ТВ такое сильное, что у детей развивается уже с временем. Не в зависимости, что они имеют. А вот помещие в лучшем в интернете было бы порой. А вопрос ответственности. В данном случае человек понимает, что он совершает правонарушение? Как правило, нет. И он может быть освобожден от ответственности, вы считаете, да? Естественно. Но, смотрите, это диагноз для вас? Это какая-то психопатология, какой-то диагноз, который может освободиться от ответственности? Да. Но, я не знаю, на штатах это все равно наказуем. А для вас лично? У меня лично все равно наказание. У них нет понятия наказанности. Это что-то кому-то плохо. Это больно. И они не понимают. То есть, и наказание должно быть. Мы вас услышали. Можно добавить? Добавляйте. Момент, что... Сейчас не вспомнил, скажем просто, свою позицию. Человек... По поводу желания и самого насилия в сексе. То есть, человек может не знать, хочет он этого или нет. Но в процессе этого насилия он начинает получать удовольствие. Он может не хотеть его. Он может не представлять, что... А у вас были такие случаи? Вы проверяли? Ну, я думаю, что... Рискованно очень мне кажется. Да. Что да. То есть, ну, грубо говоря, анальный секс. Человек это, да. Женщина считает, что, ну, как бы ей, условно говоря, больно неприятно, там, это грязно, фу, никогда ни за что. Вот это насилие и все прочее. Активного согласия она не дает, да. Но в процессе начинает получать удовольствие. И потом уже сама, как бы, просит продолжать. То есть, сначала активное согласие не было. А если не начнет получать удовольствие? Ну, если... Вот я как раз и хотел сказать, что есть и проблема в этом. То есть, это опять некорректно, да, ставит насилие, желание и сексуальное удовольствие. Вот. Есть в этом тонкий момент. То есть, что если человек изначально не хотел и так далее, но начал получать удовольствие, ему это понравилось. И да, это в начальной стадии было для него насилие. Но дальше он считает, что тут уже, как бы, у нас должно, там, скажем, преследоваться по заявлению самой женщины. Вот с юридической стороны моя позиция. Хорошо, спасибо, мы вас услышали. А сексологическое образование у вас тоже есть, вероятно? Ну, в процессе. Ага, знаете, да, откуда интерес канального секса у мужчин? Знаю. Я... Ага. Опять, интерес канального секса это одна из позиций. То есть, на самом деле, как минимум прийти по поводу интереса канального секса. Ага. Да. Хорошо. Так, что-то у нас тут страшное произошло. Ладно, постараемся услышать друг друга. Здесь кто-то хочет что-то сказать по этому вопросу или пойдем дальше? Идем дальше. Никто не может прямо немедленно что-то говорить, тогда идем дальше. Еще одно такое сложное достаточно. С проституткой можно поступать как угодно. А вы позицию изменили? Нет, я просто что-то обозначить еще чуть-чуть. Еще левее. Хорошо. Вы остаетесь здесь? Ну, да. Ну, опять же, можно, но... Ну, сочень. Ну, сочень. Ну, сочень. Ну, сочень. Ну, очень понятная для меня. Ну, давайте разберемся. Мы сейчас не говорим, что кто-то где-то поступает. А вообще допустимо это или нет? Понимаете, насколько я сталкивалась с другим вопросом, когда человек относится к товару, они, в принципе, относятся к вам. Для вас. Вы здесь стоите. Вот вы пришли на это мероприятие, мы это обсуждаем. Вы считаете, что это нормально? А, ну, а в этом отношении я думаю, что... Ну, вот я просто про кейсы, которые... Кейсы, естественно. Поэтому многие оправдывают это именно вот этой фразой и таким отношением, потому что это позволяет им делать это допустимо. Поэтому мы об этом и говорим. Так, почему вы перешли? Ну, потому что так считаю. В рамках, условно говоря, если все чисто в юридическую плоскость, то в рамках контракта, да, то есть вот, ну, грубо говоря, там, прописать все условия договора, вот, да, что можно, что нельзя. Вот обе стороны выразили свое активное согласие путем подписания договора. Вот все, что указано в договоре, да, извини, выполняем. Или ты можешь не выполнять, но тогда ответственность юридическая, там, неустойка и все прочее, да, в три раза больше. Ну, это чисто в юридической плоскости. В штатах прецедентное право очень хорошо по этому поводу работает. Хорошо. Так, следующий. Тут тоже очень сложный, длинный, тут много всего. Про то, что это проституция, проблема морали женщины. Это пассивные, глупые, развратные женщины с низкой культурой, с невысоким уровнем ицелекта, употребляющие алкоголь и наркотики. И поэтому, это ключевой в этой фразе длинной, недостойные помощи. Ну, сюда же можно добавить, что чем-нибудь помогать, они уже там достаточно опустились, развратились, эмоционально деградировали, физически, вообще по всем показателям. Можно вас попросить, пожалуйста, немножечко прямо потише, нам очень сложно друг друга слышать. Да, и вот девушку, которая участвовала, можно вас попросить назад? Так, вот все единицы, вот так, вот кололись немножко. По поводу этого, есть мнение, кто-то считает, что вот вы сейчас стоите в позиции «да». В позиции «нет». Извиняюсь, кто-то сомневается в этом? Это в конце самый длинный. Проституция, проблема морали женщины, да, что они развратные, пассивные, глупые, оказывают помощь. Сказать что-то есть? Действительно, все люди, которые здесь стоят, считают, что этим женщинам нужна помощь, несмотря на то, какие они часто, как они выглядят, им нужно помогать, да? Кому еще? Ну, то есть, женщин, ты нравишься, они вообще разные. Да, разные. Это стереотип, скорее. Разный ответ на это подвиду. Я это могу четко сказать, как человек, который знаком с 50-60 женщин, которые занимаются в позиции. Я думаю, здесь никто не сомневается в этом. И поэтому, ну, то есть, исходя из этого, у меня есть какое-то представление жизненное, да? То есть, что вообще людей на это подопровало? И поэтому, когда есть какие-то стереотипные мышления, ну, понятия о том, что там, это женщина, то есть, лучшие, какие-то глупые, там, которым не нужна помощь, то, конечно же, это, ну, просто ошибочно. Потому что, ну, люди иногда бывают очень, ну, мы скажем, из всех, ну, люди достаточно интеллектуальны. То есть, это совершенно не то какое-то представление об оплитившихся членах общества с низкой, как ваш предъявлен сказал, ответственностью. Ну, совершенно не такая. Это стереотип, да. Подождите секунду, секунду, можно я отвечу? Смотри, действительно, они могут быть разные. Но вот есть вопрос, тут вопрос ключевой как бы в этом утверждении, что они достойны помощи. Вот вы говорите, что они разные. А помогать им нужно всем или только тем, кто... Помогать вообще нужно всем всегда. Ну, вот, например, такой девушке нужна какая-то помощь. Вы считаете, что можно ей помогать? Тут вопрос о том, что у нас в обществе очень часто не помогают всем людям, на которых проще поставить крест, сказать, что им уже не поможешь. То есть, такая очень удобная идеология, по которой, ну, иногда можно что-то не делать. Ну, то есть, ничего не сделайте. Вот поэтому вопрос, если вы увидите, там, вот не такой женщина, как вы рассказали, а женщина, которая действительно уже там прям совсем наркоманка такая вот, ну, со стажем хорошая, махровая, но она попросит у вас помощь. Вы будете помогать? Хотя там вероятность помочь ей очень будет минимальной. Ну, я в любом случае буду помогать человеку, независимо от того, какой профессии, как мы сейчас говорим, да? То есть, если я могу помочь, то у меня есть такая возможность, да? Почему нет? Я к тому, что разделяете ли вы таких перспективных проституток, которым еще можно помочь, чем не тех, кому уже нельзя? Ну, вообще, мы не имеем никакие взгляды. Для некоторых людей это понятно, где проходит грань, что уже нельзя. Да, то есть, я просто хотел сказать, что то утверждение, которое звучит в вопросе, оно неверное, как мне кажется, да? Поэтому никакого разделения лет нет, люди разные, вообще все видно. Есть действительно те, кого волна жизни опустила на самое дно, наркоманки, действительно, которые контролируют проблемы с алкоголем, с законом, которые по каким-то стандартам и красотам давно уже не выглядят так прелестно, как да-то. Могли бы, например, выглядеть, если бы хоть захотели от плода, но разные абсолютно. Если им нужна какая-то помощь, и они обратятся за помощью, то, наверное, человек со страданием поможет им, это нормально. Мы услышали, спасибо. До вас еще и мужчина тянул руку, вот вы. Да? Да. Нет, ну, собственно говоря, сейчас вопрос такой, ну, я категорически, конечно, не согласен с этим формулированием, потому что он не рассказывает, но... Ну, в общем-то, собственно говоря, как ты рассказываешь, почему нужно разделять, какие? А не опустившись, не опустившись, это вообще не беззначение. Многие разделяют, поэтому мы сейчас об этом говорим. Да. Еще один ключевой момент с помощью, это то, что не каждая женщина может попросить, и вот это вот большая проблема. Это важно. Не каждая женщина может попросить в принципе, а в такой ситуации она сама на себе поставила квест, она сама себя считает недостойной даже для того, чтобы попросить. Это важно, я буду об этом говорить, да, в презентации. Просто здесь это, ну, сложно обсуждать в таком формате, в котором мы сейчас. Спасибо. Да, два буквально последних. Первый. Не нравится, всегда можно уйти. Ну, имеется в виду, женщина, которая занимается проституцией, что она всегда свободна закончить, прекратить это делать, всегда может взять, сказать, нет, все, больше не могу, не хочу, ухожу. Да, хорошо. Обосновать как-то можете, так чтобы не долго, потому что мы просто уже много времени на это тратим, не успеем. Ну, во-первых, сразу опустим тех женщин, которые принудительно этим занимаются. Мы говорим про всех сейчас. Мы говорим про всех сейчас. Мы говорим про тех, кто обровольно этим занимается. И всегда есть желание, то есть всегда есть возможность куда-то уйти, но они могут не уйти только из-за того, что, допустим, она за ночь, допустим, зарабатывает какую-то сумму, которую ей в обычной работе, там, работать продавцом, например, нужно будет работать там целый месяц. И это большое препятствие для них, такое психологическое. И не только, ну, то есть для любого человека, который принял хороший достаток, и ему резко пришлось куда-то эмигрировать, например, и там он будет там полотером, это очень тяжело психологически. Но при должной воле выбор есть всегда. То есть уйти сложно? Сложно, но можно. Можно. Есть кто-то, кто считает, что легко уйти в любой момент? Я хочу оговориться, что мы же это обсуждаем просто как набор тезисов. Да. И мы берем какую-то конкретную ситуацию. Нет, набор тезисов. Или есть нелегальная проституция, где там их заставляют, принуждают. Если мы берем какую-то ситуацию, где их принуждают. Это набор тезисов? Если сильно тяжело, то да, но глобально в мире, где проституция, это секс за деньги, то есть услуга, сексуальные услуги, то, конечно, можно уйти. А это про какой вы сейчас мир говорите, в каком мире, в нашем регистане? Просто набор тезисов. Как на планете. Там, где, например, это легально, как в Австралии, где девушка описывая свой опыт, поработала и ушла. Потому что тут это не написано. Да, 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 это такое более-менее что-то общее здесь. Спасибо. Те, кто здесь стоят, почему не может уйти? Нет, ну, я думаю, что здесь, в принципе, это такой вот раздел, где действительно есть все защищающие механизмы, да, для, там, в результате, да, конечно, может, в принципе, она свободно сделать. В идеальном мире, да, скажем так? Ну, может быть, где-то в некоторых ситуациях, но мы же все-таки говорим, наверное, как минимум о статистическом большинстве, поэтому, конечно, да, ездить будем. Вот раздел. Кроме вопроса легальности, есть еще вопрос по психологической деформации, который может случиться с человеком. То есть она не мыслит себя, она думает, что, ну, а больше я ничего не умею. Грубо говоря, да, я в нее, я в нее попал, ну, в проституцию, я попал, там, с 13 лет, сейчас это легально, там, все, да, но больше я ничего не умею. Поэтому мне в ней уйти некуда. Ну, это опять же про то, что уйти сложно, да. Ну, вот это я и говорю, уйти, да. То есть вот это как раз подраздел, не беря легально и нелегально, вот, поэтому я посередине. Спасибо, вы поднимали руку. Вот я недалеко вчера читала какую-то совершенно жуткую историю про девушку, которая уже несколько месяцев подряд, даже при помощи полиции, в России пытается уйти от своей мамки, вот, и ее все равно ее отлавливают, ее выискивают, ей не дают уйти. И мне кажется, даже в странах, где это легализовано, там все равно туда очень часто привозят девушек из других стран. Девушки платят за это деньги, они теперь должны своим... Кунцурским сутенером. Кунцурским сутенером, да. И поэтому они попадают не только в психологическое, но и в долговое, экономическое рабство. И они... это единственный их работодатель в этой стране, то есть они одни в чужой стране. У вас еще мнение или есть хоть какой-то один пример у вас конкретный? Давайте мы сейчас не будем, да, придираться друг с другой. Я просто, я читала эти вещи про Германию, про Францию, что там вот эти вещи, потому что когда легализовали проституцию по вот именно легализации, ну не по шведской модели, а по обычной, и там увеличился приток как раз эмигрантов из балканских стран, из Африки... Да, такие данные есть, и они подтверждены, я об этом тоже буду говорить. И контроль там тоже есть даже за проститутками, которые работают легально, поэтому идти сложно бывает даже, когда вроде бы закон по твоей стороне. Спасибо, и вот вы еще... Да, но я хотела бы поговорить. Если мы говорим о странах, где проституция следуется, да, то есть она не легализована, то она, ну помимо того, что уже сказано было, да, девушка еще второй момент, вот тоже здесь присутствующая отмечал, отмечал молодой человек, вот уйти из этого, ну я не буду это называть порочной группой, но, наверное, в обществе мы его так назвали, из порочного круга заработка подобным образом достаточно трудно. Почему? Девушка сталкивается с вопросом, допустим, у нее маленький ребенок, да, ей нужно как-то зарабатывать. То есть ей нужно оставить сейчас вот эту профессию, в кавычках, ну или в кавычках, и начать заниматься чем-то другим. То есть, да, она придет, у нее как минимум она месяц там может не получать заработную плату, да, то есть ей нужно доказать свои какие-то профессиональные навыки. То есть она, если у нее есть какое-то образование, профессия какая-то легальная, да, то есть она может попробовать устроиться на работу. Но зачастую вот этот момент того, что она получает деньги каждый день и расчет идет каждый день с ней, да, а на официальной работе она получит деньги не сразу, а кормить ей ребенку нужно здесь и сейчас, и ей нужно еще постараться доказать, что она профпригодна, и она вполне возможно не пройдет там испытательный срок и так далее. То есть, разговаривая с девушками этих профессий, вот я каждый раз спрашивал, ну, то есть о каких планах там, что ты думаешь вообще, что ты собираешься делать. Слышал, да, очень частные истории, там, я подкачу денег и начну какую-то там вложить в дело, да, но я часто как раз сталкивался с тем, что девушка не уходит из профессии, она возвращается в нее вновь и вновь, потому что считаю, что это один из несложных путей быстро приступили на работу. Поэтому я на этой стороне, потому что с консилением на этой стороне, что женщина, ну или мужчина, то есть, разгрывается, попадает, выходит на макушку. Вот эту макушку, вот этих денег, они, с одной стороны, кажутся легкими, но они моральные, физически они очень сложные, они взломатывающие, мы не оставим это, да, вот таких трудов это стоит заниматься этой профессией, да. Чудовищный катанат, это действительно АП. И выбраться из него очень трудно, именно с точки зрения вот попадания в эту макушку в легкие деньги. Лучше будет, почему я здесь. Спасибо. Последнее утверждение, и все, и переходим к следующему этапу. Легализация может решить проблемы проституток, защитить и улучшить их положение. Легализация может решить проблемы проституток, защитить и улучшить их положение. Как вы тут совсем мало народа осталось, да? Интересно. Сомневающиеся. Ага. Ну, давайте, особенно те, кто перешел, мне интересно, кто только что стоял здесь, ой, на большинстве упражнений утверждение стоял здесь, а сейчас перешел сюда. Пару слов в поддержку легализации от вас. Давайте вы первое поговорим. Ну, это все-таки перевод в какое-то правовое поле, то есть, вы можете, простите, получать гарантии какого-то применения закона в отношении, да, чтобы уходить, финансировать в отношении. Угу. То есть, вы верите в закон, да? Вы верите в закон, который может защитить? Ну, он хоть какой-то, но закон, да, есть. Просто на другой стороне мы что получаем? Мы получаем только 100% без закона. Угу. Здесь какой-никакой, плохой закон, но криво опусанный у вас. Угу. Я однозначно непоследовательным за это. Угу. Спасибо. Кто-то еще что-то такое важное хочет сказать? Поддержку легализации? Ну, очевидно, что это какой-то самый лучший вариант. Угу. Но он решит некоторые проблемы. Угу. Конечно, скорее всего, лучше для этого, что ее убьют. То есть, ключевое, да, здесь, что помогает решить проблемы именно самих женщин, самих проституток, именно их защитить. В каком-то смысле? Но, смотрите, легализация, она же не только про проституток, она в целом просит схемы проституток. Здесь имеется в виду, будет ли это выгодно женщинам, будет ли от этого хорошо женщинам, выиграют ли что-то, они получат ли что-то, станет ли лучше их положением после легализации? Ну, у нас станет лучше, по сравнению с тем, как сейчас в России. Угу. Угу. Хорошо. Спасибо. Кто-то еще что-то важное здесь хочет сказать? Угу. 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 Я не знаю, потому что я зря не опоздала, и, возможно, на момент это уже обсуждала, у вас есть что-то, это ощущение, у меня есть все у нас. Можем подождать либо можно говорить? Лучше говорить. Лучше говорить. Лучше говорить громче. Хорошо. Я имела в виду, что если это будет легально, у девушек будет обязательно медицинское обследование, как они будут более здоровыми, так и не клиенты. То есть, например, очень плохое сравнение на продуктовую медицинскую книжку. Ты не можешь работать в сферах злуг, я имею в виду кафе и ресторан, и пока ты боешься в медицинской книжке. Пока эта сфера нелегальная, нет никакой защиты сторон ни исполнителя, ни заказчика. Очень плохо сейчас звучало, конечно, но смысл, наверное, понять. Потому что вот это важная проблема. Да, спасибо вам большое. Вот еще, да, вот когда, возвращаясь к предыдущему выступлению, вот обществе, потому что нелегальная профессия, нелегальная, то есть что в классической истории? Это насилие, это побои, это грабежи, то есть это зачастую многие криминальные элементы просто грабят, то есть они приходят и отбирают телефон и так далее. То есть клиенту, как раз в вашем вопросе было здесь, что является ли проститутка товара. То есть многие клиенты, по рассказам самих девушек, говорят о том, что они относятся просто к животным, как к товарникам, предметам и так далее. То есть понятно, что когда вся деятельность, она вне закона, то и защитить их некому, никаких вот, хотел сказать, коллегам, да, в том смысле коллегам, это тоже высшее юридическое образование. Когда есть какая-то договорная основа, когда эти услуги подкладываются, есть прописаны условия, да, то есть вот что можно, что нельзя, то это естественно вносит безопасность и гарантии безопасности для данной услуги. И, наверное, раз есть потребность в этой услуге, пусть она будет, пусть она будет легально от начала и до конца. Спасибо. Можно буквально те, кто противники легализации, там самые крайние пару слов и заканчиваемся этим упражнением. У нас все, кто говорил о легализации, да, упоминали эту статью австралийскую, да, по-моему, все читали эту статью, она была на фарфуре про, значит, австралийскую проститутку, которая работает в легальном борделе. У нас в школе Аниша есть прекрасная статья, извините, про дело, чтобы перерассказывать, как она зарабатывает. Окей, когда я читала про эту, значит, прекрасную австралийскую проститутку, мне запомнился один момент там. Она не садилась в такси, выходя из публичного дома, она проходила несколько кварталов и садилась там, чтобы таксист не знал, что она, потому что она боялась, как бы, ну, понимаете, легализация, это не когда, на мой взгляд, когда женщина может выходить из публичного дома, просто сесть на таксисту, не боясь, что он ее пытается насиловать или задушить. Можно принять закон, но вот стигму, которая окружает, ее не так просто убрать. И надо комплексно работать с населением, мне кажется, как-то по-другому. Потому что, понимаете, можно, да, можно завтра принять закон, что проститутся будет легальной, но, увы, вот. Но это смешно, это правда, вы думаете, что там, не знаю, женщина на следующий день придет к мужу и скажет там, дорогой, тебе 4 года не повышали зарплату? Вот у нас как раз открывается бордель в районе, это сейчас такая же легальная хорошая профессия, я пойду, значит, буду кормить семью. Ну, а, кстати, сейчас происходит в России, а многие страны СНГ, по данным последнего вопроса, у многих проститут, и есть мужья, которых они содержат, которые просто не работают, да. То есть, в принципе, многие это скрывают глаза, но они же знают о том. Мужья, они работают в России, а мужья в Таджикистане, и они просто не знают, чем они занимаются в России. Это все, вот, как бы, можно много говорить о том, что есть мужья, но это тоже казуистика, да, мы не знаем, как бы, в курсе ли эти мужья, чем занимаются их жены. Что это за мужья? Да, что это за мужья? Не бьют ли они их за это? У меня просто все время такие вопросы в голове возникают, да, и это очень сложно, и с этим тоже надо разбираться, мне кажется, что легализация это просто не решится. Спасибо. Потому что, знаете, как, ну, когда кто-то говорит про легализацию, и там, можно задать вопрос человеку, он такой, not in my watch, чтобы в моей семье, да, я за легализацию, но чтобы в моей семье не было проститутых, а чтобы там, среди моего окружения, там, ой, я не хочу их видеть, ну, это смешно, на мой взгляд. Спасибо. Я бы так сказала, что, может быть, легализация каким-то образом, может быть этапом для того, чтобы помочь исключительно вот людям, которые попали в эту сферу и хотят оттуда выбросы, и чтобы сделать так, чтобы люди, которые не хотели туда впадать, туда не попадали, но, в принципе, я сомневаюсь, что легализация эксплуатации человеческого тела поможет нам покончить с эксплуатацией человеческого тела, то есть, говорить, что, ну, спрос есть, и он всегда будет, замечательно, люди всегда убивали и всегда будут, тоже, может быть, это легализовано. То есть, в конечном итоге, на мой взгляд, это не особенно изменит именно отношение конкретно людей, конкретно мужчин к женскому телу. Спасибо. Ну, это может быть, как вариант, но, в целом, я считаю, что, ну, да, я, естественно, считаю, что надо помогать проституткам, но, в принципе, я, да, я считаю, что это эксплуатация, и что с этим надо завязывать. Ну, кстати, там, за легализованным помогают тоже, так что-то не хотим верить. Ну, спасибо, да, можете спросить. Да, и всё, я думаю. Да, я считаю, что, ну, как бы, есть же много девушек, которые занимаются этими по своей воле, и я не думаю, что благодаря легализации проституции вдруг все так скажут, ну, да, конечно, мы возьмём тебя вдоль, начнём платить тебе зарплату, это же нам так выгодно, но в плане в России, я думаю, это совершенно не сработает, потому что люди, которые этим занимаются, исключительно, там, из-за нашего, ну, как бы, из-за денег, из-за всего этого, и, ну, человеческое тело продаёшь раз за разом, раз за разом, и получаешь от этого деньги. А если, ну, как бы, блин, смысл брать эту долю вообще, давать им такие-то, если так намного удобнее, если ты забугал, всё сделал, и у тебя, как бы, куча денег, и всё круто. Ну, как бы, поэтому, вообще, мне кажется, совершенно никак не жить, тем более, ну, с нашей полицией, со всем этим. Спасибо. Прямо, если у кого-то совсем, что-то такое, вот, не можете держать в себе, Марину, да, или ещё кто-то есть, либо мы, так, правда, очень насчастный. Извините, я просто, я писал закон, я могу, я был в Госдуме, в комитете. Какой закон? Моя формулировка во втором антипиратском законе. Могу даже показать, если кому интересно. Вопрос, вот, как раз легализации, не надо испытывать иллюзии по этому поводу. Законодательство – это всего лишь нормативное закрепление какого-то общественного отношения. И качество этого закрепления, оно может быть совершенно разным. И разные подходы. Легализация должна решать конкретные задачи, то есть она может их решать. Всё зависит от того, грубо говоря, как в статистическом исследовании, как корректно и правильно вы сформулируете вопрос, такую репрезентативную выборку вы получите. Это ещё первый момент. А второй момент, даже если вы корректно поставили вопрос, вы можете некорректно обработать данные. Поэтому хороший запрос, наше, извините, качество, вот я могу точно сказать, оно законодательной деятельности, оно ухудшилось в разы по сравнению, когда я был в Думе, там, по-моему, 2007-2008 год. В разы ухудшилось. Это вы сами просите. Я посередине. Я говорю, что легализация не решит, то есть 100% она никогда не решит, потому что вот эти всегда есть две проблемы. Это всего лишь право, это законы, это служба для урегулирования общественных отношений. А второе, даже хороший запрос общественных отношений, хорошую идею могут за счёт убить плохие юристы. Да, спасибо. Марина, писали. Да, что угодно. Не поможет конкретной женщине бороться с травмой, которая наносит ей это занятие. Мы можем сейчас, конечно, брать идеальную женщину, которая просто родилась, открыл язык, хочу. Но мы прекрасно понимаем, что в общей массе никто не хочет обслуживать 10 мужиков в день. Это хорошо, если это ещё 10. Поэтому мы можем с вами писать любые законы, но что мы будем делать с конкретно психологическим, социальным состоянием конкретных человеков. Индивидуальный предприниматель, сама решай, сама определяй свою работу, сама платив патент, ну, как преподаватель, ну, условно говоря. То есть то же самое. Ну, да, мы берём, да, идеальный, да, но это возможно. То есть это, это возможно. Это реально, ну, большая работа, это, грубо говоря, 50, там, 100 лет развития, но это возможно. Да, спасибо вам большое. Вы можете её потом ещё вставить. Просто потом, пожалуйста. Этот вопрос очень долго дискутируется и в Америке, там в части штатов легализована проституция, в части штатов она категорически затощена. И одним из долгов является то, что проститутка, когда её, против неё нарушаются права, например, побьют её, она никогда не пойдёт в полицию, потому что она боится того, что её привлекут. То есть того, кто её избил, его не привлекут, потому что не найдут, а её, так как она сознала, что она занялась в конституции, её привлекут. И из-за этого она не идёт, не защищает свои права. Спасибо. Разное мнение, занимать разные стороны, никто никого не пытается, причём убедить. Моя позиция основана на моём опыте работы, который уже более 13 лет. Ну, главным образом, как я уже говорила, это пострадавшие о торговле людьми от насилия, но не всегда, насколько это однозначно. То есть было очень много случаев, когда мы уезжали с полицией на рейд, когда выдерживали, ну, главным образом, преступников, и заодно девушек, которые находились в так называемых борделях, квартирах, в которых они работали. И у нас была возможность с этими девушками пообщаться, и после этого там предложить на какую-то помощь, если они там были, ну, в зависимости от как бы от их статуса, пострадавшие они от эксплуатации, не пострадавшие от эксплуатации, нужна им вообще какая-то помощь. Ну, в большинстве случаев помощь была им нужна. И основная проблема, которую я вижу, что, действительно, как мы говорили, девушки за помощью не обращаются чаще всего. И часто они по-разному причину не знают, не хотят, у них уже сформировалось какое-то отношение, но, как или иначе, делать что-то нужно. Поэтому тоже есть замечательные люди, которые рискуя своей жизнью, можно сказать, занимаются утречь работой, выезжают на улицы Москвы, Петербурга, разговаривают с этими девушками, и предоставляют им, тут очень важно, никто никого не спасает, предоставляют им информацию, разговаривают с ними о том, что, если эта девушка захочет что-то изменить, то ей будет оказывана поддержка, где и какая, а дальше девушка сама решает. И у нас были девушки, которые уходили, возвращались, опять уходили, опять возвращались, на сколько раз это было очень сложно, но выбор остается за ними, то есть никто их судить, насильно не забирает, и они говорят, нет, уходи из конституции, поэтому не нужно думать, что это с такой позиции, кого-то спасти. Мы помогаем главным образом тем, кто считает себя пострадавшими от насилия и эксплуатации, кто хочет изменить свою жизнь, кто в какой-то момент готов признать, что слишком много уже чего пережил, и не знает дальше, что с этим делать, и он не готов оставаться там, хочет уйти. Вот, это так, в тратском позицию. Значит, то, о чем мы сейчас говорили, вот это упражнение наше про утверждение, это в некоторой степени все мифы и стереотипы, которые существуют в обществе, и которые мешают нам видеть какую-то объективную... какую-то объективную картину, что на самом деле происходит, откуда они соберутся, мифы создаются людьми, которые, как или иначе, имеют какое-то отношение, которым зачем-то выгодна пропаганда этой определенной позиции. То есть мы часто даже не знаем, откуда это происходит, и потом просто живем уже, какое-то мнение мы постоянно слышим, видим и воспринимаем, и нам кажется, что на самом деле так и есть. Огромное количество людей, это не вы, судя по тому, что вы говорили, видно, что вы разбираетесь, и как-то что-то узнавали, читали, интересовались в этой проблеме, но огромное количество людей, вот если пойти на улицу и начать спрашивать, они будут мыслить только этими мифами, которые они никогда не проверяли сами, но им удобнее думать, что это так, потому что это снимает с них некоторую ответственность, что-то с этим делать, как-то этим озабачиваться и дальше как бы в этом влекать, и как-то это менять. И вот один из самых главных мифов относительно темы проституции, это фильм «Красотка», всем он известный, который испортил жизнь огромному количеству девушек, и что интересно, это, кстати, открытая информация, доступная в интернете, что фильм «Красотка», у него должен был быть другой сценарий. Кто-нибудь знает здесь об этом? Фильм «Красотка» должен был показывать как раз-таки минусы и специфику этой работы, о том, как тяжело вообще девушкам на улице, что они во что-то могут верить, но при этом, что они сопрадают их бездомности от наркомании, и что все очень плохо заканчивается. То есть концовка была такая, что Ричард Гир выбрасывал Джулию Робертс из машины в какой-то момент, а она ждала к своей подружке, они вместе хвакали, а потом ехали в Диснейленд и продолжали оставаться на улице. Почему Диснейленд? Потому что фильм снимался с компанией Дисней, и продюсер сказал, что должна быть красивая галлюзовская концовка, как в сказках диснейских мультфильмах. Поэтому ее переделали. Сколько человек, который пострадал, можно, наверное, провести конец исследований. А, откуда у вас информация проектов? На Википедии есть, могу изучить. Угу. Вы ищите. Даже у меня где-то есть фамилия этого продюсера или того из Дисней, если вам прям очень интересно. Нет, нет, просто источник подсервиса. Где-то есть, да, могу посмотреть. Значит, ну, это, в принципе, то, что всем понятно, что конституция – это не просто женщина, предлагающая услуги мужчин и потребителей, это некая более сложная система, состоящая как минимум из трех элементов. И третьим очень важным элементом в этом всем является посредник. При этом, при всем, важно понимать, что, поскольку эта система, эта система не существует изолированно, она не где-то там, отдельно от нас. Это часть нашего общества. И мы все в этом обществе тоже каким-то образом можем на это влиять, так же, как и эта система влияет на нас. То есть это влияние такое двухстороннее, взаимопославливающее. То есть от наших позиций, от наших действий будет зависеть, что будет происходить там. Точно так же, как то, что происходит там, влияет на наши отношения, на наше мнение, на наши действия. И вот что, казалось бы, интересно, что эти три элемента, они существуют все, как бы, неразрывные связи, нельзя убрать один из элементов. Казалось бы, если это действительно свободный выбор, заглавлена тема нашей лекции. Взрослые люди, один человек хочет предложить секс из-за деньги, а другой человек готов за этот секс заплатить. Казалось бы, зачем посредники? И есть некоторые страны, которые попытались именно так эту проблему решить, убрать посредников. Но почему-то не работает. Интересно, почему? Я думаю, что никто не будет спорить с тем, что ключевым вообще в проблеме проституции является проблема спроса. Не было бы спроса, не было бы предложения. Это основной экономический закон. Если бы не было ни одного клиента, я думаю, проститутки, может быть, там поздныли, как звучали, выходили бы на митинги, я не знаю, что бы они бы еще подделали. Но так или иначе, ничего бы не оставалось, им пришлось бы искать какие-то другие сферы занятости. В связи с этим хочется немножко остановиться на таком более подробном анализе клиентов, именно как всех людей, от которых вообще зависит существование этого всего, и которые этот спрос порождают. Очень много было разных исследований на эту тему. По разным данным, в разных странах мира, количество мужчин, потребляющих секс, которые платят за секс-услуги хотя бы раз в жизни обращаются, из-за продуктивного возраста, это от 10 до 67% мужчин. Когда я начала вообще работать в этой сфере, статистика, которая была на тот момент, когда еще было не так много исследований, что в России это каждый третий мужчина. Ну, меня это несколько удивило ужасного, потому что, ну, казалось бы, там, взять вот тех мужчин, которых я знаю, из них получается 30% каждый третий хотя бы раз обращался. Ну, лично для меня это дикость, потому что, ну, это моя личная позиция, но мне стало интересно, как ли это. Я решила проверить, я вообще очень плохо верю в статистику и в цифры, все время стараюсь как-то это подтвердить чем-то. И на самом деле стала просто разговаривать с мужчинами, которых я знала, со своими знакомыми, с друзьями, там, более-менее хорошо знакомыми, плохо знакомыми. И что оказалось еще более удивительным, то, что каждый третий это подтвердилось вообще без проблем, учитывая то, что кто-то мог не рассказать, как бы, понятно, что этого может быть больше. Удивило меня то, что мужчины об этом рассказывали совершенно нормально, то есть многие не считают это чем-то таким предусудительным, ненормальным. И некоторые даже этим гордятся, считают, что это хорошо. И, ну, в общем, такое отношение, оно как бы поддерживается в мужской среде достаточно много где. То есть, ну, очень интересно, потому что люди об этом не говорят обычно вот так вот с входа, с порога так ознакомиться, что да, я там плачу за сексом, хожу там туда-то, например. Но если при определенной ситуации завести этот разговор, многие мужчины могут рассказать вам много чего интересного, причем мужчины, которых вы хорошо знаете, и, ну, просто такое жизненное наблюдение, которое имело место быть. И, ну, в общем, что с этим делать, решать каждый из нас самих. Вот, идем дальше. Что это за мужчины? Мужчины, которые нас окружают, которые живут с нами, работают с нами, члены наших семей, возможно, наши коллеги, друзья. 50 из них женаты или имеют постоянного партнера. Почему это важно? Потому что часто мужчины, которые обращаются за платным сексом, объясняют, что они ходят проститутом, потому что, ну, им нужно, у них есть потребность, а партнера нет. Ну, вот не всегда это на самом деле так, потому что партнер чаще всего есть. И вообще в 21 веке получить секс – это не проблема. Секс сейчас доступен, есть разные сайты. Мы сейчас не говорим про отношения, про любовь, там действительно завести наверх какие-то близкие, доверительные отношения, найти человека, с которым будет хорошо жить, встречаться – это может быть проблемой. Найти человека для удовлетворения сексуальных потребностей, который будет не против, который будет согласен, у которого, возможно, будут такие же потребности – сейчас не проблема абсолютная, и платить за это деньги не нужно. Почему же они ходят при этом, все равно платят за секс? Более 60% являются отцами, ну, соответственно, у какого-то процента из этих пациентов растут дочери. И интересно были даже такие опросы, когда спрашивали, ну, то в тех странах, в которых этих мужчин привлекают к ответственности, проводились разные опросы, у них спрашивают, а бы хотели, чтобы вашу дочери узнали, например, а бы хотели, а как бы отнеслись бы, если бы вашу дочери выбрали эту профессию? Естественно, все категорически против, и очень не хотели бы никакой огласки. То есть, их дочери не оберегают, беремут – это одно, а женщины, которые бы не обращаются, это что-то совершенно другое. Ну, более 60% делают это неоднократно. Более 60% признаются, что, особенно те, кто делают это неоднократно, понятно, что им была возможность с этими женщинами иногда пообщаться, поговорить, они знают, что их удерживают, контролируют, что их вовлекают, что это часто не в собственный выбор был. Но, тем не менее, как бы продолжают считать нормальным обрешаться за их услугами. И вот, что интересно, что от 80% до 100% соглашаются, что, если вдруг будет это преданное огласки и наказание, они возьмут и перестанут. То есть, это же говорит о том, что, ну, они могут это контролировать. То есть, это не болезнь, это независимость, например, в случае тяжелой наркомании, когда наркоман говорит, да, я там не буду, и сразу потом идет. То есть, он не может, это сильнее его. Здесь мужчины говорят, и, в принципе, большинство из них, ну, я уверена, что могут контролировать это. Ну, не какая-то такая психическая патология, когда нельзя контролировать свидетворение своей сексуальной потребности. Вот, и что интересно, казалось бы, то есть, это такой добровольный, сознательный выбор, желательный выбор. То есть, мужчины осознанно это делают, им это зачем-то интересно. При этом не потому, что у них сексуальная потребность не удовлетворена, а почему-то по-другому. Почему? Потому что те услуги, которые предоставляются за деньги, обычно это особые услуги. Почему мы говорили про особые потребности? Очень часто клиенты, которые ходят к проституткам, тоже были данные опросы, там очень разные просто цифры, говорят о том, что они ходят к проституткам, потому что там они получают то, что они не могут получить в обычных отношениях, от обычного партнера. А там даже если нет постоянного партнера, от любого другого человека на сайте знакомств, где-то там познакомившись в баре, в клубе, еще где-то. То есть, это специфические сексуальные услуги. Что это за услуги? Очень большой процент это секс с несовершеннолетними. Но вот здесь уже можно очень сильно уходить и говорить много про педофилию, потому что грань очень на самом деле тонкая, возраст согласия в разных странах разный. У нас даже юридически есть разные статьи относительно секса с женщинами от 16 до 17, и до 16 лет как бы это разная совершенно ответственность. Но тем не менее, есть понятие возраста согласия, есть понятие совершеннолетия, и даже если мы не спрашиваем там паспорт, если этот мужчина не проверяет сколько лет, тем не менее, незнание не освобождает от ответственности, он занимается сексом с ребенком. И вот что интересно сейчас, в Америке идет очень крупная кампания по поводу того, что нет такого понятия, как детская проституция, ребенок не может называться проституткой, даже если он стоит на улице и говорит, что она работает здесь добровольно, она пришла сама, она получает удовольствие, но при этом ей 14, 15, 16, даже 17 лет, она не проститутка, она жертва сексуальной эксплуатации, жертва торговли людьми, то есть ее используют, она не может в таком возрасте принять это решение. И, в принципе, это также подтверждается разными данными психологических исследований о том, что у подростков нарушено восприятие своей сексуальности, и, опять же, вночь не сформированы какие-то другие структуры, в связи с которым ребенок может взять ответственность за свое поведение полное. Поэтому то, что до 18 лет, он здесь даже не обсуждается о конституции. Далее мужчина приходит к проституткам за особым сексом, о котором мы говорили, если не брать случаев из совершеннолетних, это какой-то жестокий секс, секс, который предполагает насилие. Это статистика по Беларуси, ну, в России просто не было так и более-менее свежих данных, но так или иначе тут видно, по каким формам насилия, какой процент так или иначе все равно встречался, но тут много можно тоже про это говорить, но то есть видно в любом случае, что интерес и желание что-то еще получить больше секса, секс с чем-то еще, то есть это не просто секс, это не просто удовлетворение сексуальной потребности. И, казалось бы, раз у нас так было в нашем обществе мужчин, с такими особыми какими-то делянками и потребностями. Ну, кстати, по поводу предофилии, тут можно, тоже есть разные теории.